что сделали вот купили еще один рулончик с амбреллы сейчас вам покажу как будет вот так вот будет вот смотрите о как красиво вот будем делать не менее ну в принципе все очень просто вот так вот сейчас растянем там пришьем усилители фиксаторы потом здесь посередине молнию здесь молнию там тоже фиксаторы и все и будет вот такое вот бимини будет защита от солнца стопроцентная с амбрелла свет солнечная не пропускает ну и защита от ультрафиолета вот так вот будет в тон всем всех всех материй у нас на яхте которые есть все а начинаем три метра уже есть три метра сейчас померяем сколько у нас всего все пересчитаем перемеряем и будем резать давай все вымерили отмерили первую часть сейчас вот отрезаем буду пришивать специальный усилитель шьем бимини шью фирменный бимини такой вот у нас будет красивый харончик хорон чемпион пристрочила теперь осталось собрать детальки все вместе и получится целое изделие так вот надо шить две детали я вчера сшила уже ночью вот одна деталька вот вторая такой вот шок у меня усиленный потому что нагрузка будет большая и вот еще у нас тут центральная деталь мы сейчас их сошьем и еще основная цельная у нас одна деталька в общем сейчас будем выравнивать вот эту вот часть потому что нам нужен идеально ровный край так с одной стороны у нас был идеально ровный с другой стороны не идеально ровный в общем будем сейчас выравнивать и сострачивать так так вот уже уже соединяю детальки такая вот у нас будет крыша вот это я уже прострочила и сейчас буду прострачивать еще вот этот шов соединять вот с этой деталькой и будет у нас новое би мини так вот так и вот ну вот сшиваем две основные детали нашего бимини в принципе бимини сшить не сложно когда есть машинка хорошая и размеры вы знаете и выкройки самое сложное и неудобное это конечно большие объемы вот сейчас я прострачиваю шов в одну сторону 4 метра мне надо сделать шов замок то есть получается я должна прострочить три строчки только 4 метра швы а мы спустились на мартиннику на юг у нас 35 градусов жары самое время шить бимини в общем практически я уже его дошила сейчас уже вшиваю молнию очень долго и сложно получается только из-за того что очень большие объемы изделий и здесь развернуться негде куда-то на берег ездить это вообще не это не вариант конечно поэтому вот здесь вот как можем раскладываем выравниваем в общем вот молнию я уже обшила сейчас будем вымерять место где будем на основной ткани пришивать вторую половинку молнии чтобы в в начале изделия было максимальное натяжение вот вот так будет красиво о солнышко не будет пропускать дождь не будет пропускать будет отличная крыша такая вот дизайнерская шили мимини получился занавес очень хорошо защищает от солнца внутри не светит вот такая вот нас меряем сейчас центральную часть уже вымерили мол я вшила осталось боковинки маленькие молнии у нас будут и и все вот мы все замерили прям по трубе провели линии где у нас должны быть все изгибы поставили метки где должна быть молния так что сейчас вшиваю еще две молнии и передняя часть нашего бимини готова в принципе вообще почти все готово у нас осталось ткань от нашего лэзи бека которую мы шили мы ее естественно используем и еще мы докупили на двести двадцать два евро ткани так что этот плюс этот плюс этот нитки тоже из из первой покупки еще используем так что очень выгодно шить самим самой сама шью сама под ручками с этой стороны как красиво вот 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 корончик я устала я я уже три молнии шила в переднюю часть нашего биминии осталось вот сзади три молнии я уже вот все клапаны сделала вот даже молнию уже сделал вот сейчас вот сзади три сделаю я сегодня эти клапаны целый день шила и еще останется потом центральную молнию шить так что что-то я это устала немножко еще палец вот поранил уголки все еще кривые такие вот все вот такие вот вот кривая я пришиваю сейчас центральный клапан в смысле центральный клапан делаю который будет держать нашу среднюю дугу шиваю до молнии у нас 35 градусов пришли из сен-мартена на юг в общем невероятная какая-то здесь жара собираемся идти в гренаду думаю что там еще теплее будет не замерзнем хоть уже хорошо вот сейчас я пришью вот эту молнию к этому клапану потом пристрочу это к основному изделию и еще нужно будет добавить пару пару фиксаторов и все и можно будет устанавливать проверять и наслаждаться прекрасным биминии ручной работы и поспать можно будет я сколько дней делаю я делаю я в общем шила дня три потом у нас был перерыв и потом вот я шью еще дня три уже днем и ночью уже уже устала поэтому тороплюсь и очень много вылезло деталей типа вот эти клапаны и поворотики там хотели по одному сделать потом передумали делаем по другому поэтому пришлось что-то распарывать перешивать поэтому в общем в общей сложности уже дней шесть наверно шью уже немножко подустала надеюсь дошью буду сразу приход перешивать у нас финальная примерка может быть окончательная вот я все сшила меряем проверяем если чё доделываем а так вообще все должно быть идеально одеваем вот делаю финальные штришочки осталось в общем совсем немножко нужно сделать молнию здесь зафиксировать чтобы она не раскрывалась еще нужно будет доделать ленты я вот такую ленту уже пришила еще нужно будет здесь делать одну ленточку и в общем мелкие работы доделываем и можно будет устанавливать я сейчас ставлю метки где мне нужно будет обрезать молнию и для того чтобы здесь ее зафиксировать можно ставить такие железочки специальные можно просто подпалить будет тот же эффект просто нужно немножко деформировать сами зубе так как они у нас пластиковые то очень легко сделать с помощью зажигалки смотрим значит нашу молнию обрезаем вот так вот обрезали с одной стороны видите с другой стороны аккуратненько обрезаете вот они наши хвостики и здесь нужно аккуратно подпалить вот так вот делаем одну один зубчик все теперь молния здесь не откроется сейчас проверим застыла смотрите все молния дальше не идет ну и точно так же делаем со второй стороны что я уже сделала в общем последняя примерка показала что в целом все нормально шьем дальше я по краям пришила ленту еще такие вот петельки у меня уже готовы потом увидите для чего я это сделала молния я уже вшила финальной строчкой уже краешки обработала вот здесь вот чтобы они не выезжали еще посередине сделала дополнительный такой клапан на молнии это между стоечками где у нас солнечные панели крепятся но молнию не было смысла такую коротенькую делать поэтому вот липучка я приметала центральный клапан вот так вот мы все вымерили вроде бы на месте прям по трубе идет натяжение создает большее распределение ткани равномерное в общем все отлично так что вот такую ленту сделали эти и еще сейчас я буду перешивать передний клапан немножко после примерки нам показала что все таки спереди немножко немножко неправильно мы сделали у нас то ли трубы немножко неправильно были расположены то ли еще что в общем буду сейчас перешивать вот этот передний клапан вот уже прочертили новую линию буду сейчас приметывать розовыми ниточками проверять насколько будем мерить естественно все это проверять на то место мы пришли или нет в общем чтобы было нормальное натяжение буду переделывать вот этот вот один передний один из трех передний клапан вот так что вот так вот и что еще что еще ну в принципе почти все сейчас буду вшивать еще один усилитель самой задней части нашего бимини так шью 4 миллиметра строчку можно еще есть вот такая позиция выбирайте расположение иголки на предыдущей машинке у меня такого не было видите иголка вправо влево ходит вот можно выбрать вот так вот прикольно да в общем выбираю нужную позицию иголки и буду пристрачивать усилители пробивает очень достаточно толстые слои очень удобно в прошлый раз руками все это прошивала сейчас вот так вот вот у нас жара 32 градуса мы на мартиннике шьем вот так вот прикончим Вот так. Бью максимально в тот же шов, чтобы поаккуратнее все это смотрелось. В принципе, все достаточно хорошо. Сейчас буду прошивать вот этот слой, вот эти две ленты и 4 слоя самбреллы. Сейчас увидите, как будет буксовать машинка, но прострочит. Сто процентов прострочит. Так, выходим, строчим. Супер. Вот такой слой строчит. Максимально вот так вот. Вот так. Готово. Так, ну вот, что у нас получилось. Вот наш шов. Это вот наш клапан был пришит. И сейчас я вшивала усилитель. Вот практически в эту же строчку попало. Вот такой вот у нас еще будет усилитель с этой стороны. Здесь вот так. И вот такую толщину он пробивает. В целом мне нравится. Пришила еще один усилитель к нашей крыше, к нашему бимине. В общем, с одной стороны пришлось вшить усилитель, с другой стороны вшила усилитель. Конструкция, казалось бы, что там, просто ткань натянуть на три трубы и все. Но все оказалось значительно сложнее, чем я думала. В отличие от лэзи бека, это очень сложно. Шью я уже очень долго. То в одном месте нужно добавить натяжение, то в другом месте еще что-то добавить. В общем, шью, шью, шью и шью. Вот так вот. Очень много особенностей, молнии. Все должно быть на молниях, должно быть максимально плотно, все прижато к трубам. То есть у нас получается семь молний здесь. Вот на одном изделии семь молний. Всякие вот такие вот штучки, такие петельки для натяжения мы сделали. Здесь на Карибах мы узнавали, что такое изделие стоит две с половиной тысячи. Честно могу сказать, что очень много работы. И если вдруг что, то лучше заказывайте. Пусть вам шьют профессионалы, потому что очень много нюансов, очень много. То есть я даже вам не буду все это рассказывать, сколько здесь всяких особенностей. Но две пятьсот, в общем, стоит это изделие. И оно действительно стоит этого. Лейсджек было просто шить, то есть все ровное, все понятно. То есть есть трос, есть две ткани, есть центральная молния. То есть главное, чтобы все было ровно, по линеечке, выберено и все. Здесь все трубы играют, здесь должно быть натяжение одно, здесь другое. В общем, уже и в Форде Франции его шили, и в Сантане его шили, и здесь, и в Марине. Все, я его шью и шью. Все что-то вымеряю и вымеряю. Центральный клапан я уже приметала розовыми ниточками. Мы уже все проверили. В принципе, клапан на месте. Буду сейчас уже пришивать серыми нитками. Будет финальный результат. Вот, что у нас еще осталось? Сейчас, в принципе, все остальное я сделала. Ленточки, молнии я обработала. Так что у нас осталось только центральный клапан. Все, пришиваю и пойдем устанавливать. После очередной примерки выяснили, в общем, что один шовчик у нас сполз. И его нужно сдвинуть на сантиметр. Поэтому мы вот здесь вот уже все распороли, перекололи. И эту длинную сторону я сейчас буду приметывать. Поехали. 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 Приметала клапан розовыми ниточками. Вот. Сметка. Такая вот. Такая вот. Сейчас буду строчить на машинке. И все. И будет финальная примерка. Осталась последняя строчка. Вот эта вот. Вот эта последняя строчка. Все. Пристрачиваю нитками по вот этой вот сметке. И все. И устанавливаем. И все ровно. И красиво. И все. И бимини готов. И больше я его переделывать не буду. Не шейте бимини сами. Не надо. Это невозможно. Если у вас опыта нет. Будете. В общем. Шить и перешивать эти сборочки. Блин. Перетягивать туда-сюда. Легла на трубу. Не легла на трубу. Не легла на трубу. Не легла на трубу. Пятый раз уже, блин, один шов перешиваю. Что-то с трубой похоже не то. Не со мной. Ну вот и все. Задолбалась мне его шить. Вот. Все. Наш бимини. Мы его сшили. 4 на 2,5 метра. Где-то крыша у нас вот такая вот тряпочная. Для того, чтобы была мобильная. Придут ураганы. Ее надо оперативно снять. Дунет большой ветер какой-нибудь. Или идем в шторм. Переходы. Тоже надо оперативно все это уметь снимать. Поэтому тряпочная. Никакие другие варианты мы не рассматривали. Так что, если вдруг у вас такие вопросы, заранее отвечаю. Ни шиферная крыша должна быть. Ни из рубероида. Ни деревянная. Ни еще какая. А вот и самбреллы. Миллионы лет яхтсмены придумывали самый идеальный вариант. И вот придумали. Самбрелла. Идеальная защита от солнца. От брызг. И для яхт. Устанавливаем. Вот. Сшила я лэзи бэк. Из-за остатков ткани буду дошивать вот эту часть, которая спереди идет. Парус прикрывает. Буду дошивать. Так, сшила лэзи бэк. 5 с лишним метров изделия. Сшила я быстро его за 4 дня. Очень мне понравилось его шить. Очень такое хорошее изделие. Все прямые линии. Все очень здорово. Классно. Потом мы сшили бимини. Наконец-таки перешивала я его несколько раз. Потому что нужно было подогнать все строчки. И вот еще осталось спрейхуд. Перешить стекла на спрейхуде. Вот они у нас уже стали непрозрачные. Вот так вот должно выглядеть это стекло. Вон наш бимини, который я сшила. Еще планировала тузик. Шить чехол на тузик. Но ткани не хватит на чехол на тузик. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите комменты. Вот. Лайзи бэк. Бимини. И буду делать спрейхуд. Но не сразу. Надо немножко отдохнуть. А то очень много шить. Это утомительно. Бимини. Бимини. Смотрите. Никаких складочек нет. Все как хорошо натянули. Вот такие петельки мы специально сделали. Чтобы натягивать и распределять. крышу нашу. Смотрите. Пум-пум-пум. Как барабан. Вот такой вот у нас бимини получился. С такой вот фирменной надписью. Такой вот именной бимини. Ну вот. Ой. Здесь-то как все хорошо у меня получилось. Ни одной складочки. Смотрите. Какая красота. Вообще просто супер. Не зря перешивала. Ой. Как мне нравится. Как мы его хорошо установили. Ооо. Вы не представляете, как я намучилась это все перешивать. Вообще классно. Смотрите. Смотрите. Смотрите какой ровненький. Красивый. Ой. Какая я молодец. Аплодисы мне. Ха-ха-ха. А-а-а-а-а-ах-ха. Продолжение следует...